Что снова? Может, это простаты? Не иначе, как на прошлой неделе, отсматривая кремлёвскую пропаганду, внезапно подумалось, что всё-таки есть спецоперация, которую Путин и его бояре выполняют филигранно и строго в соответствии с графиком. Главное – эффективность выполнения этой операции. И речь сейчас идёт о спецоперации по унижению и реальному глумлению над простыми россиянами. Посмотрите, вот, например, выпуск российских новостей. Своих не бросаем. В Луганске, в Рио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров, исполняющий обязанности главы Новоайдарского района ЛНР Владимир Подольский, в присутствии главы ЛНР Леонида Пасечника подписали соглашение о сотрудничестве между Тамбовской областью Российской Федерации и Новоайдарским районом Луганской Народной Республики. Богачи из Тамбовской области РФ взяли шефство над частью оккупированной Луганской области. А местный гауляйтер Пасечник, при котором даже трамвайные рельсы в Луганске распилили и сдали на металл. Вот их вырезают рельсы полностью. На металлолом поздают и все дела, весь металл. Принялся корчить из себя обиженную девственницу, мол, Украина нас грабила, ничего не инвестировала. Помогите, люди добрые, чем получится. К большому сожалению, территория Луганской Народной Республики, весь регион, начиная с 90-х годов прошлого века, обеспечивался по остаточному принципу. Не восстанавливались линии электропередач, водоводы. Честно скажу, хозяйство досталось нам в очень плачевном состоянии. Здесь, конечно, можно было бы уточнить, а шо ж такое? ЛНР была без Украины 8 лет, никаких мифических бандеровцев кормить было не нужно. Так почему хотя бы на давно подконтрольных оккупантом территориях так ничего и не восстановили, а? Но главное в этой истории даже не это. Просто представьте, какими униженными чувствуют себя жители Тамбовской области, глядя на такую пропаганду. Регион окажет под шефной территорией ЛНР помощь в восстановлении инфраструктуры. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подчеркнул, что на освобожденных территориях Киевом оставлена разруха и полнейший хаос. Ответ на вопрос, почему же так лежит на поверхности. Дело в том, что даже исходя из публикаций российских СМИ, Тамбовская область является одной из самых дотационных в России. Хватит кормить Тамбов, что делать с хронически дотационными регионами? То есть с работы здесь огромные проблемы. Промышленность мертва. Тамбовская область находится на плотном подсосе из федерального бюджета. А с тем учетом, что бюджетные должности имеют далеко не все, опять-таки российские источники фиксируют колоссальное падение уровня доходов населения. По последним оценкам Росстата, в первом квартале текущего года, как оказалось, количество россиян ниже границы бедности. С доходами ниже, чем 12 тысяч 900 рублей. Выросло на 100 тысяч человек. Темпы падения доходов рекордные. То есть на сегодняшний день типичный тамбовский волк с пивасом в руках получает даже меньше, чем зарабатывал в 2016 году. Тамбовская область – абсолютный лидер по падению благосостояния населения за последние пять лет. Ай да Путин, ай да поднял страну с колен. Зато перед камерами Донбасс поднимать собрались. Дома новые обещают строить. При том, что в уже упомянутой Тамбовской области даже самые нуждающиеся не могут и мечтать о квартирах. А теперь мы. Отработаны материалы и нас куда хотят? В космос. Это, например, жители бывшего военного городка. Когда-то он был даже закрытым. Здесь производили ракетное топливо и проводили секретные испытания. Но в какой-то момент деньги закончились, военных вывезли, а вместе с армейским бюджетом закончилась и нормальная жизнь. К 2012 году часть превратилась в топливную базу, и большинство военных ее покинули. И теперь Министерство обороны требует от жителей поселка освободить дома. О чем говорить, если люди, чей регион собрался помогать кому-то толком, не имеют даже доступа к магазину? Один магазин, который работает с пяти до девяти. Надо в него успеть. Сети у нас нет. Дорога плохая. Но люди в России терпеливые. Не жили хорошо, нефига начинать. Однако тут чинуши в Москве почесали репы и решили. Текс, мы не то что этим нищебродам жизнь улучшать не будем. Так еще и заберем последнее, что есть. Хатки-то их до сих пор на балансе Минобороны висят. Непорядок. Требуем вернуть государству. Тут у нас все, считай, 70 процентов, кабы не 90. Некому идти. Есть многоодедные, есть инвалиды. Им просто говорят, идите на улицу. Ну да. А кто это говорит? Министерство обороны. Когда квартиру предоставляли, никакой бумажки, что квартира служебная и обязуюсь освободить при прекращении трудовых отношений. Таких бумаг никто не подписывал и никто не знал, что квартира служебная. Шли работать сюда. Все за квартиру. Дошло до того, что местным пенсионерам даже запретили сажать какую-нибудь морковку на своих участках. Военные перекрыли воду и отключили свет. Нет. Армейская прокуратура все эти годы внимательно следила за участками. Тех, кто пробовал трудиться на земле, ждал крупный штраф. Заходить-то мы заходим, но сажать не разрешает ничего. Вот, видите, все запущено. В итоге жизнь жителей целого поселка оказалась в подвешенном состоянии. Квартиры обещают забрать без предоставления новых, конечно же. Это же не Донбасс. На гражданах России пиара не сделаешь. Куда мы пойдем? Нам некогда идти. Я получаю пенсию 10 тысяч. Куда я пойду? Оставшись один на один со своим горем, местные с большим отвращением смотрят федеральные каналы. Своих не бросаем, пафосно рассказывают и пропагандисты, и городские сумасшедшие. И мы вместе, и мы своих не бросаем. Ни одного человека, нашего гражданина, мы никогда не бросим в беде. Мы своих не бросаем. И это сейчас видят люди и в Донбассе, и в других регионах. Для Тамбовской области все это выглядит как издевательство. А мы шведы, что ли, интересуются пенсионеры? Сынок, а как же так получается? Мы своих, говорят, не бросаем. А мы чьи? Мы россияне или шведы? Но в том-то и фишка русского мира, что строится он исключительно на экспорт. То есть по телевизору Россия богатая и щедрая. На других миллионы не жалеет. Вот только при этом свои сидят с голой опой. Ведь русские в своей стране не в приоритете. Бездействие нас уже замучило. Это, кстати, еще один показательный пример из все той же Тамбовской области. Пока кремлевские пропагандисты охают и ахают перед камерами с визгами, как же ужасно жила Луганская область с бандеровцами. Я сегодня говорил с временно исполняющим обязанностям Тамбовской губернии. И он в Луганске, они там взяли Новоайдарский район, на него восстанавливал. Вот он пришел, он говорит, я не мог поверить. За 40 лет украинская власть денег не вкладывала в инфраструктуру. Нищета такая, дороги в таком станет. В самой Тамбовской области все настолько хорошо, что многие многоквартирные дома буквально утопают в фекалиях. Подвал пятиэтажки на Никифоровской, 92, в течение нескольких лет залит фекалиями. Эта ночь просыпаешься, жара идет, это спарение мочи. Мне плохо, мне реально какая-то химическая атака. Хоть иди анализ давай на отравление. Для могучей смех державы это в целом привычная проблема. Где-то канализация тупо сгнила, где-то до сих пор пользуются выгребными ямами. Дома были построены еще в 1952 году. Из современных удобств здесь только отопление. А вместо туалета в квартирах выгребные ямы. В такую дыру и провалился житель. Сколько времени мужчина пролежал в болоте из фекалий точно не определить. В той же Якутии нормальных туалетов нету целых кварталов. На много километров тянется, так сказать, запах родины. Сходы жизнедеятельности жители дома сливают прямо в эту, рядом стоящую лужу. Как считают собственники жилья, фекальные воды от нее идут прямо под дом. В деревянном доме по улице Кальвиц канализационная вода под полом стоит круглый год. Постоянная сырость, прогнившие полы, вонь. Но Якутию от полной катастрофы отчасти спасают морозы. В минус 50 фекалии быстро замерзают. Поэтому местные чинуши проблему решать не спешат. А вот в Тамбовской области, разумеется, таких сильных морозов нет. Но максимум, на что удосужились местные бояре, это прислать гонцов, засыпавших фекалий, хлоркой. В прошлый раз вот посыпали немножко хлоркой, песком. Но дело в том, что это все за наш счет, и каждый раз вот этот вот дел повторяется. И все смывается. Результатов никаких. То есть раньше пахло просто овном, а теперь овном и с хлоркой. Просто гениальное решение. Сразу чувствуется рука крепких хозяйственников из Тамбова. Вода вся не ушла. Они сказали, что нормально все сойдет. Все и уехали. Но самое главное здесь в другом. Если бы строители русского мира не занимались показухой, а решали проблемы русских людей, миллионы россиян не чувствовали бы себя униженными. Ведь помогать кому-то это хорошо. Но только когда у своих все есть, а делишься уже лишним, но извините. Тогда Тамбов с десятками аварийных домов. В историческом центре Тамбова разрушаются постройки вековой давности. Несколько домов по улице Легенградской год назад признали аварийными. А сегодня трещины на зданиях привели к обвалу стен. Под ними едва не оказались жители квартир. Коридор не отапливается. Естественно, отсюда не прогреваются стены. У нас идет и плесень, и грибок. Последние 15 лет кровля протекает над всеми четырьмя подъездами. Как следствие, в квартирах мокрые потолки, стены в плесени и огромный риск замыкания электропроводки. И мочой в подвалах с барского плеча собирается отстраивать Новоайдарский район. Это просто унижение тамбовчан. Так сказать, пусть чернь батрачет, а мы их деньги на кого-то другого потратим. Ведь смотрите как. Ремонтировать канализацию и водоснабжение в Мариуполе? У России деньги якобы есть. Санкт-Петербург поможет Мариуполю восстановить инфраструктуру. Из четырех районов города водоснабжение восстановлено порядка 80%. И для помощи с обновлением канализации в Абхазии деньги из федерального бюджета найдутся. Россия в течение трех лет вложит в экономику Абхазии 9 миллиардов рублей. На эти деньги еще в этом году заменят водоводы и канализационные трубы в Сухуме. А вот русские пускай ждут и терпят. Задыхаться оно даже полезно. Считай тренировка. Ну а вдруг бандировцы и натовцы какое-нибудь химоружие применят? Ну а русские ничего? Они уже готовы? Главная проблема страны явно решена. Ну а если серьезно, то Путину стоит отдать должное. Он вырастил нацию образцовых терпил и мазохистов. И чем сильнее о них вытирают ноги, тем больше они любят власть в целом и царя в частности. А кого бы вы хотели видеть президентом России? Путина. А почему? А потому что он крутой. Путин сделал все, чтобы страна была великой, могучей. Это наш самый лучший руководитель. Мы поддерживаем нашего президента. Путин наш президент! Поэтому не стоит удивляться, когда видишь, как люди, у которых нет ничего, которых просто бросили и забыли. Мы своих, говорят, не бросаем. А мы чьи? Мы россияне или шведы? В день выборов сломя голову несутся голосовать за единую Россию. И, конечно же, в Тамбовской области огромной поддержкой пользуется так называемая спецоперация. Положительно относимся. Мы очень рады. Наконец-то войну закончат. Которая длилась, длилась и длилась. 30 лет. Как вы относитесь к тому, что сейчас на Украине происходит? Хорошо происходит. Вы поддерживаете? Поддерживаю. Абсолютно поддерживаю. Как говорится, у себя порядок навести не можем. Зато будем учить жизни украинцев. Даешь побольше добровольцев. Из Тамбовской области на фронт. Военнослужащий по контракту – это добровольный защитник Родины. В Тамбове и Тамбовской области подробную информацию можно узнать в военкомате. И вот мужики из, по сути, нищего региона толпами прутся, чтобы разрушить тот же Мариуполь до довоенного уровня жизни, в котором Тамбов не дошел бы и через 20 лет. И в это время жены вояк, развесив уши, будут слушать, как в разрушенных городах богатая Россия. Помимо всего прочего, отстроят детские и спортивные площадки. А сейчас что конкретно мы можем детям, детям помочь Мариуполе? Бессловно, конечно, нужно восстанавливать общественные пространства. Это спортивные, это детские площадки. В то время как в самом Тамбове малышня гуляет среди ржавчины и бурьянов. Сами видите, что это за детская площадка, вот этот тонкодром. И никто, еще раз никто не выходит, чтобы возмутиться, мол, да вы там в Кремле вообще берега попутали. Какая Украина, какое Приднестровье, какая Абхазия? Может строительство русского мира хорошо бы с России начать? Ну так, чтобы пенсионеров жилья не лишали. Уровень жизни рос, а не падал. А фекалии и озера в подвалах не образовывали. Но это Россия, детка. Все молчат, улыбаются и хлопают в ладоши. Забирайте из Тамбова последние копейки. Ну, Луганск уж нужнее. А за чистую воду в дома, например, люди из своего кармана доплатят. Вот уже 8 лет село безуспешно пытается войти в программу «Чистая вода». Чтобы нам подсоединить к каждому дому, с кого 6, с кого 10, с кого 18, с кого 25. Мне подсоединить свод, а я должен 8 тысяч давать. Вода все есть. Мне просто врезаться. И глядя на все это, вспоминаются легендарные бурлаки на «Волге». Грязные, вонючие, в лохмотьях и, самое главное, покорные. Так вот, судя по всему, с того момента в России ничего не изменилось. Только теперь более сотни миллионов бурлаков тащит по рекам фекалии ржавый кремлевский корабль. С корабля им время от времени кричат, мол, светлое будущее впереди, надо потерпеть. Но годы идут, поколения меняются, а обещанного света в конце тоннеля как не было, так и нет. И если ничего не менять, то и дети, и правнуки будут так же тащить посудину, но уже с новым вождем. Но если бурлаки когда-то остановятся и задумаются о том, что они имеют реально и в каких условиях живут, многое может измениться не только в России, но и в соседних странах. Ведь путинская модель власти рассчитана на безмолвное, запуганное стадо, которое даже в самых ужасных вариантах будет молчать и терпеть. Больше восьми лет они всеми силами разжигали ненависть. О чем вообще с вами говорить? Разнесем Киев ядерными ракетами. Делали все, чтобы российскую армию в Украине встречали цветами. Украинцы ждут, они в самом деле надеются, что мы их в конечном итоге освободим. Мы обязаны быть там! Но их план не сработал. Ведь даже в городах юга и востока Украины Россия проиграла информационную войну. Фашисты! Фашисты! Вот вам суки, а не Украина! Чтобы сражаться за умы и дальше, командам гражданской обороны и антизомби нужна ваша поддержка. Вы можете помочь нам на нашем ютуб канале, а также на патреоне. Благодарим вас, друзья, за доверие и поддержку. Все будет Украина!